Ну вот скажите, как думаете, ходить к психологу или к психоаналитику в нашей стране как-то не очень принято? Ну и даже, наверное, для того, чтобы человек принял решение куда-то пойти, он должен быть в таком уже достаточно взрослом и здравом уме, чтобы понимать, что да, я по ходу дела сам разобраться с этой ситуацией не могу, по ходу в храм и исповедь, но не помогают разрешить те внутренние проблемы, которые есть, и он направляется. И если говорить опять-таки про взрослых людей, то может быть осознание того, что действительно пора менять свою жизнь и может быть направляться в какое-то специализированное учреждение, они тоже могут появиться. Но когда дело касается детей, подростков, то здесь очень важно, чтобы были их взрослые наставники, родители, которые это замечают. Но тогда что отправлять ребенка к психологу, если ты вдруг начинаешь понимать, что у него начинает что-то развиваться, что в дальнейшем может привести к более серьезным и страшным последствиям? Я думаю, что когда возникает уже проблема, и эту проблему уже наблюдают родители у своих детей, я думаю, что здесь нужно обращаться и к психологу, и к священнику, и действительно за добрым советом к тем, у кого уже есть опыт. Ну я имею в виду такие же родители, которые, может быть, уже пострадали. Тем более, вот в этом плане, я думаю, что как раз социальные сети приносят свою определенную пользу, когда люди могут поделиться тем, как они избавлялись от той или иной проблемы. Ведь существуют форумы для общения и как раз-таки поддержки друг друга. И через вот такое общение, ну, безусловно, можно найти определенное решение разных проблем. Потому что в одном случае это уже связано с очень серьезными проблемами психики. В другом случае это действительно просто неумение, ну, скажем так, выстроить отношения со своим ребенком. Когда проще вот тебе все, что хочешь, лишь бы не лезь ко мне. Чем бы дитя не тешило, это лишь бы неплохо. Да, потому что у меня своя жизнь, и мне надо настраивать свою жизнь. У меня работа, я хочу отдохнуть, у меня своя личная жизнь, а ты вот занимайся чем хочешь. А когда уже возникает проблема, опа, а как же, что же дальше делать? Вот, то есть это уже личностные проблемы. Вот, и поэтому, когда возникает что-либо такое, то, безусловно, здесь опыт и психолога, и священника, может быть, даже и психотерапевта уже, если это более серьезные, скажем так, вещи. Они все актуальны, и они все могут действительно сгодиться для решения этой проблемы.